приветствую всех зрителей моего канала с вами елена и сегодня у меня долгожданное видео я буду показывать вам видео о своем завершенном проекте ура ура наконец-то у меня есть видео о завершенном проекте я буду рассказывать вам об этом дизайне от компании анкор который я начала вышивать уже боже мой целый год назад и начала его вышивать в сп рукодельный уголок 2017 года который был открыт надеждой favorite хобби она приглашала всех создавать разные поделки вышивки любые интересные проекты для своего рукодельного уголка я выбрала этот проект вышивка на которой изображен сэмплер о нашем любимом творчестве сам набор называется stitch by stitch на русский язык это как бы стежок за стежком номер набора acs 29 прекрасный дизайн мне очень он понравился не очень сложный предполагалась вышивка его на аиде 14 каунта белого цвета но я здесь делала некоторую замену я очень рада что я вышив эту работу и вам готова его показать вот посмотрите какая прекрасная работа получилось редко встречаю работают у вышитой редко она почему-то есть уже готова милый сэмплер достаточно недорогой и я просто счастлива что я его вышива давайте немножечко подробнее о том что же в этой работе было как я и говорила эта работа вышивалась должна была на 14 аиде белого цвета но из-за того что здесь много не зашитого пространства посмотрите вот это все оно же совершенно воздушное не зашитая и честно для меня это было как-то странно его взять вышивать на аиде 14 каунта я просто ну не могла себе это представить я решила заменить и взяла белую мурану 32 каунта и вот получился вот такой у меня прекрасный результат работа получилась гораздо нежнее как-то воздушнее ну просто натуральнее мне очень нравится результат что же еще интересного здесь в этой работе есть эта работа совершенно не смотрится без километров бэкстича которые здесь в этой работе есть потому что каждая деталь прорисована с помощью бэкстича без бэкстича это все смотрится совершенно но как-то непонятно что же это вообще такое особенно это относится к такому как эта рулетка это вообще просто невероятное что-то я вставлю фотографию как это как будто бы рулетка выглядела без бэкстич это было совершенно что-то малопонятное а булавочки замечательно родились вообще совершенно потрясающе с помощью там трех крестиков и бэкстича вот эти вот иголки ну понятно это только бэкстич и из-за чего эта работа у меня зависла я эту работу закончила уже наверное это был апрель до апрель потом я уезжала была в отпуске путешествовала потом у меня закружили дела связанные с выпускным связаны с окончанием школы в общем миллион задачек миллион всего потом я книжечку влекла читать короче миллион задач которые мне показались интереснее важней мне не захотелось закончить постирать работу снять об этом кусочек и сделать вот эти замечательные иголки потому что вышивать их не на постиранном мне показалось ненужным из-за того что работа могла сесть и опять бы эти нитки провисли они так вот видите я их тут аккуратненько вроде бы пришивала сегодня утром еще но они все равно немножечко не так еще натянуты вроде натягивала на раму когда пришивала этот именно делая этот бэкстич но надо хорошенько натягивать когда буду оформлять нитки нитки были на вот этом жутком органайзере почему же он жуткий да ну потому что я уже в одном из видео говорила о том что здесь ну две палетки ниток и нитки организованы так что совершенно было непонятно какой цвет когда вот смещение происходил какой цвет нитки где находится что к чему относится пока я вот эти линии не нарисовала себе и уже как-то смирилась честно никуда их не перенавешивала так ними и пользовалась ниточки конечно вот они все есть ни одна ни одна нитка не закончилась не так возможно хватит и на второй отшив честно говоря наверное хватит ну вот если тоже уменьшить работу интересный лайфхак лайфхак такой с этими резинками которыми держится хвосты ниток так оно и было в наборе эти резинки сдерживают концы и когда я вытягивала нитку нитки не так трепались не так терялись и вот такими здесь они все-таки просто переброшенные через ветку да и и так вот они с помощью резинок совершенно не терялись и были здесь на месте в общем ниточек вполне хватило это были нитки анкор нитки классные мне очень понравились нитки анкор я вообще в этого вышивая их еще в другом проекте лука из ирисы и там тоже очень классные нитки вот реально иногда даже честно могу сказать что даже иногда они лучше чем dmc ну вот чисто мое мнение так на всякий случай очень очень хорошие ниточки довольно нитками по поводу схемы схема была черно-белая на одной стороне схемы была сама схема а с другой стороны схемы с бэкстичем это было очень удобно на одном листике потрясающая вообще просто респект анкору что у них весь ключ к этому дизайну был на отдельном листочке это было круто спасибо огромное и значки все были достаточно разные никакие там глобально не повторялись в общем-то это было тоже удобно вся организация у меня была в таком пенале пенал будет какого-то провода был такой себе здесь я пользовалась иголками иголками 26 размера от пони мне иголки эти удобны хороши и их у меня много магнитик здесь есть текстовыделитель и ножнички ножнички у меня были здесь прекрасные такие ножницы это ножнички компании вот точно вы прочитать мне я бы возможно это джинджер не могу вам правильно прочесть возможно все кривляюсь но вот это мне они очень нравится гораздо лучше честно говоря вот чем ножнички клеем скотт ну так на всякий случай эти ножницы просто потрясающе классные они острые они красивые они у них металл такой вообще очень красивый и очень кончики заострененные ну в общем очень довольны этими ножницами это все так вот помещалось и всегда но почему я так использую такие пеналы отдельные потому что однажды когда как-то я носила все в каком-то общем пакете нитки носила небольшие пяльцы там с дорожным проектом и там же лежал текстовыделитель вот реально он открылся в пути и запачкал частично нитки и запачкал основу хорошо что основу но это было в другом проекте на дименшинс я вышивала хорошо что ниточки там было незначительно совсем а основа была испачкана там где по краям вот край но она стиралась благо я отстирала это все теперь я ношу вот в таких подобных пеналах свои текстовыделители в общем-то любые мелочи там же можно собирать мусор если работа где-то пошла со мной гулять вот так по поводу вот этого дизайна я покажу как я стирала как я его выглаживала каким он красивым становился когда он намок когда он стал мокреньким это любимое вообще место вообще когда вот стираешь работу это просто вау-вау обожаю этот процесс чуть чуть ближе приближу вам эту свою работу покажу здесь каждая каждая деталь это отдельное наслаждение освобождение такие красивые здесь детальки каждая мелочь это что-то просто уникальное мне нравится в этом проекте все абсолютно все каждая мелочь но во-первых это классная коробка коробка в которой лежит масса всего нужного ну возможно ненужного бисеры сыпан какие-то ниточки здесь какие-то вот ниточки тряпочки что-то там намотаны какие-то вот ну что-то там важное лежит катушки наши любимые катушки они нам всегда нужны они всегда должны быть у нас для разных мелочей да для любых классных лент для всего-всего так вот эти ниточки ниточки мулине туда же как будто бы значок есть какой-то там производитель позначен подушка вот из-за этой не совсем из-за подушки из-за иголок которые мне воткнуты вот эти вот счетные иголочки и вот из-за этого она как бы застопорилась вот эти все пуговки лента ну лента это отдельная тема она вообще просто не невзрачная блеклая ну никакая была без бэкстичи и теперь вуаля просто шикарно смотрит ножницы с ножницами я возилась чуть дольше потому что пыталась выложить здесь прямой вот срез этих вот ножниц но не могу сказать что я сейчас совсем довольны но бросила просто вот как есть отлично даже какой-то виде маячок вот потом здорово сделан этот наперсток наперстки дырочки обозначены не дырочки такие ямочки обозначены это все маленькие французики и по поводу вот этих катушек да вот нами любимые катушки здесь есть такая небольшая деталь в этих катушках если присмотреться попробую повернуть маленький нюанс этими катушками есть значит катушки они немножко разного размера ну вот одна точно отличается вот это зеленая она крупнее чем вот эти две потому что я сделала здесь ошибку и мне так ну я вообще большая лентяйка в этом деле мне не захотелось распарывать и я добавила то есть я ошиблась увеличила катушку на один ряд крестиков по толщине высоту да то есть она получилась у меня на один ряд крестиков шире чем вот эти две ну так и осталось боже мой катушки они же бывают разные толстые большие маленькие узенькие любые они все нам нужны поэтому а да они вот такие одна чуть больше и две чуть поменьше ну вот лень не было пору девочки но я посчитала что это сэмплере это может в таком сэмплере это может быть ну и собственно говоря сам результат видимо всех вот этой вот трудовой деятельности что сотворила рукодельница с помощью всей всех материалов это наверное вот этот вот прекрасно это вышивка дизайн эти розы тоже ожили только благодаря бэкстич и особенно эти вот меленькие цветочки листочки ну они просто потрясающе смотрятся теперь а когда это было без бэкстич и но это было немножечко удивительно ну вот такой вот результат я еще раз буду тысячу раз повторять что я очень довольна тем что я вышила эту работу каждая мелочь в этой работе на своем месте каждая мелочь каждый крестик полукрестик каждый там вот фрузилочек все а бэкстич конечно его метры километров вот но без бэкстича этот набор просто не являлся бы нам в такой красе я безумно безумно и счастлива я рада что я наконец-то завершила эту работу что у меня есть какие-то продвижения моих планов в этом году они конечно же все потихоньку двигаются ну правда потихоньку и слава богу что двигается боже мой это же так прекрасно когда планы сбываются ну и мы можем строить новые планы свои теперь я могу начать что-то новенькое а новенькие у меня разные прямо глаза разбегаются все хочу начать миллион того что планировала и даже того чего вообще не планировала ручки у меня просто горят горят требует новой работы нового старта потому что есть почему да я молодец я собой довольна и на этом хочу завершить все девочки и мальчики спасибо большое что вы заходите на камин и канал спасибо то что вы подписываетесь не отписывайтесь несмотря на то что я очень долго не выкладывал никаких новых видео постараюсь найти тот баланс которым я была раньше чтобы снимать и продолжать вести свой канал я не собираюсь его бросать просто грядут еще некоторые перемены о которых я расскажу вам чуть позже через несколько месяцев и потом уже когда я надеюсь все устаканится я буду но очень продуктивно дальше рукодельничать а на этом всем большое спасибо заходите ками на канал еще смотрите подписывайтесь ставьте лайки и до новых новых встреч и всем пока пока